Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня у нас слабый, недостаточный орган желудка. Как рассмотреть это с позиции восточной медицины? Здесь без теории УСИ нам не обойтись. Давайте мы с вами скажем, что в желчном пузыре, меридиане, а также в элементе дерева, зарождается та энергия, которая передается следующим элементам. То есть отсюда берут начало все пять элементов. И что здесь зародится, то передастся другим элементам. А вот теперь мы задаем вопрос. А если у человека нет энергии в меридиане желчного пузыря? Вот здесь зарождается, нет энергии. Кто-то скажет, ну желудок же здесь он не контролирует. Не контролирует желудок. Но зато он работает вместе с меридианом печени. Смотрим пунктирную линию внимательно, что контролирует печень. Печень контролирует наши с вами кишечники и весь желудочно-кишечный тракт. Запомните, желчный пузырь это янь, печень это инь. Уже теорию инь и янь нам с вами нужно воплотить реально в жизнь. Либо увидеть ее в диагностике 12 меридианов, чтобы помочь человеку, который страдает слабостью, либо недостаточностью желудка, органа, которое проявляется плохим пищеварением, отрыжкой, вздутием живота, изжога, периодический стул. И все это отражается. Какую еще роль, то есть все это отражается на желудке, на человеке. И какую роль играет желчный пузырь для, скажем так, нашего организма. Мы знаем, что желчный пузырь это орган, который чистит все органы и системы. И вот частенько мы в наших лекциях говорим, плохое пищеварение, ложка меда вам в помощь перед едой. Почему нужно перед едой съесть ложку меда, чайную? Для того, чтобы желчный пузырь запустился. Чтобы процесс пищеварения, усвоенности пищи был лучше. Очищение той грязной пищи, которая пришла к нам в наш организм. Смотрите, как просто. С помощью акупунктуры еще проще. Проводится диагностика 12 меридианов. Здесь нужно подчеркнуть, что все 12 меридианов контролируют наш с вами желудочно-кишечный тракт. Вот зачем нужна диагностика 12 меридианов. И если недостаточный желудок проявляется в воспалении всех этих 12 меридианов, все 12 меридианов расслабляются, расслабляется точкой ВБ-37 Гуан-Мин. Но и бывают случаи, когда проведешь диагностику, все 12 меридианов слабые, вялые, в них нет энергии. Это тоже проявляется слабостью, недостаточностью органа желудка. Тогда что? Данная точка ВБ-37 Гуан-Мин тонизируется. Вот зачем нужно провести диагностику 12 меридианов. Потому что очень тяжело определить, в каком состоянии энергетика человека. Вроде смотришь на человека, здоровый, крепкий, а энергетика слабая. Или наоборот, поведут слабенького, тяжеленького. А у него еще энергетика. Еще такая поживет человек еще не один десяток лет. Поэтому вот зачем проводится диагностику. Она нужна, чтобы сразу человеку сказать. Вот тебе программа, по этой программе работай, но методом тонизации. Либо вот тебе программа, работай по ней, но методом седатации. Спасибо за внимание.